Он увидел то, что было скрыто от глаз человечества с самого начала. Молодую вселенную, наше общее прошлое. Впервые увидел, как рождаются звезды. Он развеял перед людьми многовековой мрак неизвестности, Хаббл. Самый известный космический телескоп уже 25 лет поражает наше воображение. Как ему это удается? Зачем Хаббл вообще понадобился ученым? В начале 20 века человечество было уверено, что Млечный Путь и есть вся Вселенная. А значит, в диаметре мир не мог быть больше 100 тысяч световых лет. Неудавшийся юрист, зато гениальный астроном Эдвин Пауэлл Хаббл, чье имя спустя десятилетия получит один из величайших телескопов, сделал поразительное открытие. Туманности, которые все тогда считали небольшими скоплениями пыли, газа или звезд внутри Млечного Пути, оказались другими большими галактиками. Только находились они от нас на расстоянии в миллионы и миллиарды световых лет. И главное, Эдвин Хаббл открыл, что галактики разлетаются друг от друга. Идея о том, что Вселенная расширяется, стала серьезным вызовом цивилизации. Чтобы заглянуть в невообразимую глубину космоса, нужен телескоп, которого человечество еще не создавало. Недостаточно просто построить обсерваторию на Земле. Сама атмосфера мешает нам увидеть очень далекие объекты. Словно мы пытаемся увидеть глубокое дно озера через мутную воду. Все эти проблемы незнакомы нашему герою. Наблюдая космос без единой помехи, он свободно летит над Землей на высоте 560 километров. Неделями и даже месяцами он способен без отрыва смотреть на одну точку неба, начиная видеть среди звезд, где раньше была лишь тьма, тысячи и десятки тысяч других галактик. Как удается Хабблу находить так много миров на участке неба меньше горошина на вытянутой руке? Наверное, на нем установлено множество сложных линз. Это не так. На борту Хаббла нет ни единой линзы. На самом деле, основная задача телескопа не увеличить маленький объект, а собрать как можно больше света от него. Линза может этому помешать, ведь она сама по себе поглощает и рассеивает свет. Хаббл собирает информацию при помощи большого фокусирующего зеркала. Главное зеркало Хаббла почти в 2,5 метра в диаметре на момент изготовления и запуска телескопа было самым гладким зеркалом из когда-либо созданных человечеством. Его поверхность ровная с точностью до 10 нанометров. Это значит, что если мы увеличим главное зеркало Хаббла до размеров Земли, то самая большая неровность на его поверхности будет не больше булавочной головки. Однако, главное зеркало Хаббла было изготовлено слишком ровным по краям. Ошибка всего в 2 микрометра поставила под угрозу один из величайших проектов. Когда Хаббл в первый раз взглянул на звезды, вместо четкой картинки на Землю вернулись лишь размытые пятна. Это была настоящая катастрофа. К счастью, Хаббл можно ремонтировать прямо на орбите. А сам он почти целиком состоит из раздельных заменяемых модулей, как конструктор ляга. Первая ремонтная миссия в 93-м году спасла оптику телескопа. Астронавты установили на борт дополнительный набор зеркал, которые выправляли свет, собранный главным зеркалом. Радость ученых была безграничной, когда Хаббл в буквальном смысле прозрел. С тех пор Хаббл денно и нощно служит человечеству. В момент запуска никто не мог представить себе, какой важности открытия принесет этот телескоп. Благодаря ему мы уточнили возраст Вселенной, увидели грациозное рождение новых звезд и их яркую смерть, подтвердили существование сверхмассивных черных дыр, дотянулись до самых молодых галактик и, наконец, установили, что космос не просто расширяется, но расширяется с ускорением. Хаббл не вечен, и срок его службы подходит к концу. Но по научным меркам он многократно перевыполнил возложенную на него работу. На осмысление материала, собранного телескопом, у человечества уйдут еще десятки лет, за которые нам предстоит много раз переписать учебники по астрономии. Сейчас ученые-инженеры со всего мира работают над проектом, превышающим по сложности Хаббл. Космический телескоп имени Джеймса Уэбба. Он специально предназначен для сбора инфракрасного излучения, который несет информацию о самых далеких галактиках. И для этого его главное зеркало будет постоянно поддерживать температуру в минус 220 градусов Цельсия. Надеюсь, мы вместе с вами сможем отпраздновать запуск этого холодного телескопа в 2018 году. А пока спасибо ребятам из команды Хаббла, которые уже 25 лет радуют нас фантастическими фотографиями Вселенной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова